В Караганде ежемесячно в полицию обращаются до 800 пострадавших от бытового насилия. Чтобы им как-то помочь, в каждом регионе существуют кризисные центры. В одном из них побывала наша съемочная группа. Ежедневно в полицию Карагандинской области поступают звонки по правонарушениям, совершаемым в сфере смейно-бытовых отношений. В обычный день это порядка 30 звонков, а выходные 50. Они могут, конечно, побыть один день, уйти, а могут и до полугода жить. Часто бывают такие ситуации, когда критично ночью к нам обращаются, и просто в этот момент ночью ей некуда идти, так как неохота никого беспокоить, пугать. На второй день женщина поспит, успокоится, соберется с мыслями, силами и уже ищет дальнейшие возможности. Бывает, кто-то уезжает к родителям, у кого есть, они уезжают к родственникам, кто-то уезжает к друзьям. Но главное, чтобы в этот момент, именно момент конфликта, не оставлять женщину с абьюзером, потому что всякое может быть. 35-летняя Бутагос, имя изменено в цели безопасности, убежала от мужа-тирана с тремя детьми на руках. Убежище она нашла в кризисном центре Кургау-Астана. До этого 5 лет терпела побои. Вышла замуж рано, в 18 лет. Потом появился первый ребенок, затем второй и третий. Несколько раз она уходила от мужа к родителям, но не нашла там поддержки и приходилось возвращаться, так как идти больше было некуда. Начались дни и ночи в страхе, что супруг в очередной раз придет не в духе и будет ее бить. На вопрос, зачем так долго терпела, отвечает ради детей. Через подругу обратилась сюда, позвонила, сказала, можно ли пожить у вас, как-то можете мне помочь, потому что негде жить с тремя детьми. Ну, я еще самостоятельно не жила, поэтому обратилась. Не знаю, мне нужна была любая помощь психологическая тоже. Три раза уходила. Потом возвращалась? Да, потом возвращалась. Почему возвращалась? Ну, потому что я жила, возвращалась к родителям, они потом, у меня еще там брат с родителями жил, они говорили, что раз ты замуж ушла, надо жить с мужем, раз дети есть. Ну, как бы муж просил прощения, потом возвращалась. В кризисном центре женщины могут получить услуги, консультации по вопросам алиментов, развода, регистрации по месту жительства, прикрепления к поликлинике. Также специалисты занимаются разделами имущества, поиском жилья и другими вопросами. На сегодняшний день в центре проживает 17 человек.